город newcastle upon time или сокращенно newcastle это индустриальный город на северо-восточном побережье англии но подождите друзья не стоит сразу выключать видео при слове индустриально это описание может быть очень обманчиво сегодня я прогуляюсь по этому городу веселой компании студентки newcastle университета саке и также студента а по совместительству и младшего консультанта компании моряди даниила вместе мы посмотрим на две стороны ньюкасла старинную богатую историей и особым шармом и новую технологичную и современную и вместе с вами посмотрим каким красивым и интересным может быть город с пометкой индустриальный поехали ньюкасл это город с богатейшей историей поэтому на мой взгляд логично было бы начать с истоков а истоки у города были еще при римлянах они основали этот город совершенно по другим названием панс элиос панс на латине значит мост и сегодня мы увидим что город по-прежнему тесно связан с мостом неудивительно ветряка тайна который стоит город всегда была важной водной магистралью википедия утверждает что город был основан во втором веке вы представляете конечно с этих времен мало что могло сохраниться а вот в эпоху средневековья этот город носил название более близкое к современному новом костюм давайте посмотрим откуда в то время начинался город город ньюкасл начинался именно здесь вот с этого замка который называется ньюкасл-кассл это место всегда было стратегически важным для обороны города у римлян кстати на этом месте также был фор мы прогулялись вокруг замка вдоль городской стены которую начали возводить в 1265 году и вот когда строительство стены было закончено и город был в безопасности то надобность в замке отпала и он постепенно начал приходить в упадок а вот и та самая стена я короче спрашиваю ребят что это за стена они говорят да это просто стена вот напишите в комментариях пожалуйста кому кому эта стена кажется простой мне она вообще простой нисколько не кажется этой стене я не знаю сколько лет наверно по тысячу лет не удивлюсь вот реально да уж ничего себе простая стена так защищала город что даже замок был не нужен молодое поколение уже сложно удивить чем-то старинный наверное больше по душе новая часть города но об этом позже после просмотра стены мы вышли на городскую брусчатку я могу себе только представить как наверное сложно было по нему передвигаться да еще и в доспехах например и как нелегко жилось в городе обычным людям да вот тут прикол да вот раньше же все дороги были вот такие вот ты представь я когда заезжаю на машине а у меня с-класс мерседес машина трясется даже представляешь какая там стабилизация в басклассе а раньше ездили вот по и по вот по такому ездили на каретах тряска ты можешь себе представить какая в ней была смотри какая башня была классная да раньше вот так же жили люди с таких башнями с такими окнами представляешь не было никаких вещей я даже не говорю про вайфай не было гаджетов нам современным людям сложно это себе даже представить о том как живется в этом городе сейчас а главное во сколько это обходится мы сняли отдельное видео в нем мы обсудили все основные затраты на транспорт жилье питание даже прогулялись по местному рынку и проверили цены если же вам станет интересно сколько будет стоить жизнь среднестатистического студента в городе ньюкасл то ссылка будет на это видео в описании а мы возвращаемся в город вообще ты знаешь вот это это римский стиль ну да они упирали ты когда-нибудь был в городе бах советую съездить если у тебя будет возможность очень красивый город построенный римлянами и вот там он весь вот такой тоже симпатичная такая церквушка вообще-то знал то что это считается листов билдинг слышал что такое листов билдинг листов билдинг это защищенные здания british heritage с ними нельзя ничего делать и таких зданий культурного наследия в ньюкасли не пересчитать на карте они отмечены сразу целыми районами а также разделены по уровню в зависимости от уровня 1 2 или 3 созданиями можно или нельзя совершать какие-либо манипуляции и глядя на карту складывается ощущение что историческое и культурное наследие здесь просто на каждом углу можно сказать прямо под ногами а мы тем временем вышли с даниилом на набережную место притяжения всех жителей города и как я говорил ранее город очень тесно связан с мостами и в городе 7 7 мостов мы как раз подошли к одному из них мосту названному какие река тайна именно ньюкасл так и называется город ньюкасл upon time и это считается одним из самых известных или популярных мостов в городе почему расскажи ну он был построен очень давно не очень давно это именно это the exact copy of bridge это очень импортно для сегодняшнего экономии и специалист у него prices are very very reasonable привет вы что знаете про этот мост нет тогда тогда вообще ничего он сейчас расскажет нам данил я говорю то что в австралии оказывается есть такой же мост ой извините здравствуйте не очень вежливо с моей стороны и он был построен вот именно по копии австралийского моста нет ну не то что вы построили они строили самое и что все споры для себя они говорят что Be more L До сих пор история, кто построил, никто не знает, да? Никто не знает, кто сделал дизайн. Вот, поэтому сейчас портам было быстрее построено, поэтому считается, что там первые. Пирожок вкусный? Так себе. Так себе? Да. Ну, что, студентка? Да. Университеты, да? Ну, в колледже прошло, в университете. Не импера? Нет. А, понятно. Ясно. Приятно было познакомиться. Приятно было познакомиться. Приятно познакомиться. Спасибо, до свидания. А, не все автомобильные мосты? Почти, кроме вон того. Кроме вон того. Да, и были пробки большие. Нужно было как-то пересекать эти вот две части. Раньше это было два города. Это был Нью-Кассел, это был Гейтсхед. А теперь это один город, Нью-Кассел. Понял. Нью-Кассел Ап-Он-Тайм. И были проблемы с безработицей, поэтому начали строить этот мост, чтобы занять людей, чтобы пробки уменьшить. Вот, и раньше вот в той башне, вот в этой башне было два лифта. Вот там двери можно, сейчас уже их нету. Можно было подниматься на мост, и там вот сейчас только можно вот так обходить и заходить на мост. Сейчас уже нельзя. А раньше можно было подниматься по лифтам и по мосту ходить. Отлично, отлично. Ну вот тот мост, он такой симпатичный. Это современный. Он был построен недавно, ночью вообще фантастически. Он подсвечивается полностью. Да. Очень красивый мост. И такой он изогнутый, получается, вот. Слушай, широкая такая достаточно река. Да, река достаточно широкая. Она даже, ну не шире, но примерно такая же, как в Тензо в Лондоне, да? Ну нет, там побольше Тензо, конечно. Ну это тоже не маленький, да? А вот это же какое-то стеклянное? Я, театр. Театр? Да, большой театр, мы строим там разные, не помните, все дела. И раз уж речь пошла о театре, то могу сказать, что в городе очень разнообразная культурная и ночная жизнь. Еще бы, ведь Нью-Кассел один из самых студенческих городов Англии. Мы даже сняли отдельный выпуск на эту тему. Нью-Кассел для студентов. В нем ребята рассказали мне о ночной жизни, культурных мероприятиях и вообще обо всем, чем было бы интересно заняться в городе студентам. Кстати, и про тот самый пешеходный мост Миллениум, о котором только что говорил Данил. Ссылка на этот выпуск также будет в описании к этому видео. А мы уже выдвинулись в современную часть города. Догоняйте. Новая часть как раз-таки принадлежит в основном университете, да? Если идти прямо по этой улице, то найдете огромное количество клубов. Много клубов? Да. Тусим. Тусим. Вон там ночная жизнь с ней проходит. Посмотрите. Вот вы все замечаете. Серьезно, идем вниз. Видите? Да, да, да. Сейчас направо вниз, а вниз. Это нам подниматься нужно было. Да, да. Этого я не ожидал. Всегда проще идти вниз, правда? Действительно, новая часть Ньюкасла – это в большой степени все, что принадлежит университету. Университет Ньюкасл – один из двух университетов в городе. И на данный момент в нем учатся более 19 тысяч студентов. Можно сказать, университет средних размеров по британским стандартам. Говорят даже, что в городе каждый третий – это студент. Здесь учатся на архитекторов, докторов и стоматологов. Изучают маркетинг, политологию и, как заметил Даниил, бизнес. И вот, что он рассказал мне о бизнес-школе Ньюкаслского университета. Вообще, бизнес-школа университета Ньюкасл – она очень популярна. Да? Угу. Достаточно. Она новая. У них новые комнаты, лекарственные комнаты, семейные комнаты и так далее. А курсов сколько? Ну, да. Того, ну, прилично. Там не только бизнес-дизнес-направление. Там маркетинг. Да, там маркетинг. Ты хочешь бы финансами заниматься? Финансами, менеджмент, все дела. Там достаточно много курсов. Интерпренерщик, наверное. Да. Конечно, Ньюкаслский университет, как и многие другие университеты в Англии, являются партнером компании Мариаде. Если вас заинтересовала бизнес-школа этого университета или вообще данный престижный и современнейший университет в целом, то мы поможем выбрать специальность и поступить. Ответим на любые ваши вопросы. Все, что вам нужно сделать, это просто оставить заявку на нашем сайте. Все наши консультации абсолютно бесплатны. А все подсказки того, как можно связаться с нами, также будут в описании под этим видео. А теперь возвращаемся на кампус университета, он же и современная часть города. Вот это все аккомендейшн? Да, аккомендейшн. Кроме этого аккомендейшн. Да, все страны идем, там очень много, там очень красиво. Они все в одной построены, в одном... Получается, такой студенческий живой район, да? А это называется спираль Ньюкасл. Это здание принадлежит департаменту информатики. Вау, очень современное здание. Да, это современная сторона Ньюкасла. В сравнении с главным кампусом, который более старинный, эта часть более современная. Хорошо. Компьютерные технологии преподаются именно здесь. Будущие программисты, айтишники учатся здесь, в университете Ньюкасла. Такое впечатление, что это здание недавно построено, да? Да, это уже новая часть. Это все было не так давно построено. Это здание преподавательский центр. И бизнес-школа также частично его использует. Бизнес-школа, понятно. Окей, тоже такое современное здание. Вот это стадион. Да, вот это Сан-Джинс Парк. Вау! Это третий самый большой стадион в Англии. Третий самый большой. А ты мне говорил, по-моему, Матч с Юнайтед, Йогой. Да. А ты такой футбольный клуб поддерживаешь? О, я не футбольная фанатка. Не фанатка, понятно. Ты знаешь, сколько места здесь сидячих? Нет, на самом деле, я не помню. Не помню. Да. А этот самый слен на правом фланге играет. Стадион Сан-Джинс Парк – это домашняя арена клуба Нью-Кассел Юнайтед из элитной категории UEFA. Как на самом деле здорово, что такая важная арена находится в двух шагах от кампуса. И здание стадиона прекрасно дополняет образ современного Нью-Кассел. Вообще, на мой взгляд, городу великолепно удается сочетать эти две стороны. Старинную, пропитанную историей и традициями, и современную, студенческую, высокотехнологическую, живую и энергичную. Как мне показалось, найдется место и занятие для каждого человека и по интересам, и по настроению. На нашем YouTube-канале TravelTube – мир вокруг меня, вы найдете еще огромное количество подобных видео. Музеи, достопримечательности, национальные праздники, знакомство с интересными людьми из разных стран, советы туристам и так далее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поехали! 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 Поехали!